Заслуженный металлург России Пётр Филимонович Сильванович сегодня отмечает 70-летие. Поздравить именинника пришли представители 22-го городского округа вместе с депутатом Гурсовета Юрием Гребенниковым. С подробностями Диана Калединова. Здоровья вам, любви и вдохновения, успехов творческих и всяческих удач. Октябрь богат на даты в доме Сильванович. Глава семьи Пётр Филимонович сегодня отмечает 70-летие. Свой день рождения празднует и жена Людмила Николаевна. А 10 октября исполнилось 46 лет их семейному союзу. Мы вас поздравляем. Цветочки. Держите. Вот, здоровья. Людмила Николаевна по образованию фельдшер, а Пётр Филимонович всю свою жизнь посвятил металлургии. В его трудовой книжке главная запись – работа на Норильском металлургическом комбинате. За 30 лет он прошёл путь от сталиплавильщика до бригадира. В его подчинении было до 250 человек. Пётр Филимонович до сих пор помнит каждого рабочего. Говорит, сообща пришлось привыкать к тяжелейшим условиям труда. Это первая моя бригада. 40 человек всех я собрал. И вот видите трубки. Это противогазная банка. Вот шланг идёт от этой банки. Маску мы убирали. И вот, наконец, обыкновенную детскую соску сюда вставляли, чтобы брать в губы и дышать только ртом. Потому что газ невыносимый, сернистый газ, цветная металлургия, она очень вредная. Советская закалка и любовь к труду позволили Петру Филимоновичу стать передовиком производства. Его портрет неоднократно висел на доске почёта предприятия. О нём писали в газетах, ставили в пример. В 1988 году Петру Филимоновичу присвоили звание почётного металлурга Советского Союза. А в 2000-м – заслуженного металлурга Российской Федерации. У меня девиз был в Советском Союзе. Каждый день ударный. А уже в России у меня мой девиз уже. Если не я, то кто? Потому что многие проходили в виде на всё безобразие с закрытыми глазами, как говорится. А меня это тревожило. В Белгород из Норильска супруги Сильванович переехали в 2004 году. На пенсии Пётр Филимонович продолжал активную общественную деятельность. Одним из первых в областном центре создал ТОС «Новое время». Объединил жителей и общими усилиями благоустроили двор. Такие инициативы поддержал Юрий Гребенников, депутат Гурсовета, председатель местного совета территории. Юрий Борисович сказал, где взять кустарники. Я пошёл, взял кустарники и сам рассадил кустарники. А потом уже искал людей, кто хочет разбить клумбы, кто цветами может заниматься. Нашёл таких людей. Они начали цветы сажать, всё благоустроили, всё красиво стало. Жильцы должны проявлять активность и смотреть, сами смотреть за чистотой и за порядком. Есть такие люди, которые очень ответственно относятся к общественным делам. Он именно относится к таким людям. Такой справедливый. Всегда скажет слово за людей, не стесняется. И в то же время такой системный человек. Свой один большой праздник на двоих супруги отмечают вместе. Главный подарок – поздравление детей и внуков из Нижнего Новгорода и Норильска – они уже получили. Теперь энергии и терпения хватит, чтобы с новыми силами встретить ещё не один юбилей. Диана Галегинова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.